Не справляешься. Все, на этой хорошей ноте я заканчиваю. Я приглашаю чудо, которое сейчас выйдет и вот так вот по понятиям нам все разложит. Это служитель церкви сегодня. Твоя служитель на нашу церковь. Церковь. На церковь-то. Дверь в небо. Братата небесата. Город Днепропетровск. Город Днепропетровск. Давайте мы попроизвестим. Владимир Шинюк. Владимир Шинюк. Аллилуйя. Спасибо, пастор. Благодаря на пастору. Добрый день, дорогие братья и сестры. Добрый день, скрипите, братья и сестры. Я, наверное, может, вторую серию продолжу пастора проповедь. Он говорил, проповедовал, в чем сила брата. Я могу сказать, в чем истина брат. Ну, конечно, проповедовал, в какой истина-то. Истина, конечно же, она во Христе. Истина-то разбирается его в Христа. Потому что, когда я жил до знакомства со Христом, я жил настолько невежественной жизнью, что весь мой образ жизни приводил меня только в тюрьмы. Ну, может быть, потому что я вырос в такой... Нет, у меня родители не были ворами в законе. У меня брат старший, с 15 лет... Брат с 15 лет начал криминальную жизнь. И започнил криминальный живот. И вот все его друзья, все знакомые... Все, что происходило у меня в доме. Я этим заквашивался, этим жил. Когда мне исполнилось 5 лет, брат прислал мне подарки. Это была выкидная расческа. И четкие. Ну, это то, чем пользуются люди в криминальном мире. Это были для меня самые радостные игрушки. Я очень радовался, что у меня есть такие вещи. Я хвастался ими. И знаете, но... Все, что происходило в моей семье... Убийство моего отца, когда мне было 9 лет. Постоянные преследования... Постоянные преследования... Властями моего старшего брата. Постоянные задержания, спецназы, ОМОНы в доме. Довели меня до того, что... Я поклялся сам себе... Что я не хочу жить такой жизнью. И я... Начал заниматься профессиональным спортом. Вольной борьбой. Весь мой круг, у моих друзей они были спортсмены. Ну, так случилось... Что... Моего тренера посадили. И вся наша команда, она просто рассосалась по улице. Я не смог дальше продолжить, так как никто из тренеров не брал нас. И вот тогда я попал на улицу. И с первого же дня начал... Вести тот же образ жизни... Который я видел с детства. В 19 лет я уже сидел... В Беларуси. У меня уже были две статьи до высшей меры... До расстрела. Половину моего срока мне дали одиночную камеру. Раз в трое суток нас кормили. Каждый вечер полили матрасы. Всякий вечер... Что делали? Запаливали матрасы. В вату. И это все распространялось по камерам. Через трубы, которые шли через низ. И были просверлены. Вот был сквозняк. И в каждую камеру попадал дым. И все мы спали внизу. Возле двери. Потому что там была единственная щель. Куда попадал хоть какой-то свежий воздух. Потом был путь. Советский Союз распался. В этот день нас одели кляпы. Нам оставили в рот резиновые. И на ласточку завязали. Ну ласточка это вот так. Руки назад. Ноги. И каждого из нас положили в такие вот... Может вы видели зеленые ящики из-под оружия. Это было вечером. И до 11 дня. После следующего дня. Мы лежали в этих ящиках. Ждали казни. Мне было тогда 20 лет. Знаете, люди говорят, что когда приходят в жизнь какие-то испытания. Связанные со смертью. Люди говорят, перед моим лицом пробежала вся моя жизнь. У меня тогда не было чему пробежать перед лицом. Я просто смеялся, плакал. Я сильно не помню то состояние. Но я помню самое главное. Что впало в мою жизнь, в мое сердце. Половина камер, где я сидел. Сидели верующие диссиденты. И знаете, администрация издевалась над нами. И больше всего она издевалась над верующими людьми. И что меня поражало, это были единственные люди, которые молчали. Не проклинали. И не говорили, как мы. Что когда мы освободимся, мы обязательно отомстим. И когда во время путча все-таки союз распался, дьявола выгнал Бог из этой страны. Через месяц верующих людей выпустили на свободу. И знаете, эти люди были для меня настоящими героями. Потому что прошел ровно месяц открылась камера и я увидел знакомые лица. И они принесли нам Библии. Весь этот месяц они собирали деньги для того, чтобы напечатать Библии маленькие и принести нам. Тем людям, которых тоже презирали. Потому что они не возмущались, не показывали свой норов и не были волками. И вот тогда, уже тогда я понял, что есть совсем другая жизнь. Потому что есть другие люди, живущие другой жизнью. И я начал очень много читать литературу. Нет, тогда я не изменился. Я также занимался криминалом. Также придумывал разные криминальные истории. Также занимался бандитизмом. Но все это время, свободное время в колониях, я поглощал литературу, связанную с Богом. Мне это очень нравилось. И последняя книга, последним сроком, я ее прочитал, я помню ее практически наизусть. Она называется «Кому грядеши?» Куда идешь? И для меня был поступок Христа самым сильным. Когда Петр уходил из города, он встретил Христа. И он спросил его, куда ты идешь? И Христос сказал, ты же уходишь, я иду за ними. И знаете, когда спустя несколько лет Христос пришел в мою жизнь, он пришел именно в тот момент, когда я перестал бороться за свою жизнь. Не стало неинтересно жить. Потому что я вот стоял над полутрупом своего друга, афганца, детства. Я его душил, мы с ним дрались. Я посмотрел на себя со стороны, я подумал, зачем мне такая жизнь? Если я уже дошел до того, что люди, с кем я вырос, я уже с ними не могу найти общего языка. И меня дотронулась до моего плеча женщина. Мы выросли на одной улице, она просто старше меня. И она говорит, пошли в церковь. Я до этого знал церковь только православную. Мы всегда решали с батюшками, как решить вопрос с Богом. Большая, любая сумма денег разрешала все вопросы. И я понимал, что Бог может разрешать. Если у Бога есть святые, которые покровительствуют ворам, значит с Богом можно решить вопрос. Вот такое было у меня представление о Боге. Потому что мне так учили, мне так говорили. И я приехал в эту церковь. На то время моя правая нога была в четыре раза больше. Она внизу была прострелена, там были трофические язвы, обожжена. Это все из-за употребления алкоголя, наркотиков, сигарет. Вот такого образа жизни, потому что я бы, наверное, был полинаркоманом, знаете. Мне все равно, что двигало мое тело, мою душу. Дух был мертвый, а все остальное должно было что-то двигать. Потому что в середине себя я был пуст. Меня никогда никто не любил, кроме моей матери. Моя мама вкладывала в меня всю свою жизнь. Но даже маму я не любил. Не казалось, что я ее любил. Но своими поступками я отрекался от ее любви. И вот я приехал, нет, я не был бомжом, я себе этого не позволял. Я хорошо выглядел, но это было внешне. И я приехал на служение, я опоздал. Это было пасхальное служение. Ну, подошел пастор, подошли два служителя, это люди, которые со мной когда-то сидели, но они уже были на то время служителями. И они помолились за меня. Я произнес молитву покаяния. Они помолились за мое исцеление. И я вышел в коридор. Увидел одну девушку. Посмотрел ее глаза. И понял, что она будет моей женой. У Бога есть свои планы. Никто бы меня не остановил. Никто, кроме нее. И мы с ней несколько часов разговаривали. У нас были свои интересные разговоры, потому что мы понимали только друг друга в этих разговорах. Человек бы со стороны не понял, о чем мы говорим. Ничего интимного, ничего плохого. Просто о нашей жизни. О прошлой. И знаете, она мне сказала, что она видит во мне потенциал. Никто мне никогда этого не говорил. Я понимал только свой волчий потенциал. Я мне и для меня. Все остальное только то, что я позволю отдать со своего стола. Вот так я жил. И дьявол видно испугался. Потому что тогда я стоял уже на краю, на обрыве. И он должен был забрать мою душу. Он уже осудил меня. Он уже решил, что моя душа будет вечно гореть в огне и поставил плюсик в своей тетрадке. Но он не знал план Божий. Утром я проснулся, а моя нога полностью спухла и все раны были зажиты. Я не уверовал тогда в Бога. Я вам говорю чистую правду. За меня просто помолились я просто приехал потому что мне надоело так жить и для меня это было какое-то приключение. Просто приключение. Поеду. И я когда проснулся увидел свою ногу я с открытым ртом бегал час по дому и кричал маме что Бог есть. И было второе мое желание встретиться с этой девушкой. Она вела какой-то репцентр. Я поехал к ней на свидание. У дьявола был коварный план. Мне сказали что она ведет репцентр. Я приехал и ее не было. Я как мужчина выдержал это. Я начал искать опять информацию когда же ведет эта девушка репцентр. У меня не было ее телефона. Церкви неприлично давать телефон и первому встречному. Я спросил. И питах. Мне говорят второй день. Да она будет. Я приезжаю второй раз. И дьявол меня лыжи за втор репцентр. Мне говорят нет. Я знаете огорчился. Я подумал неужели в церковь то место где люди тоже могут обманывать. И я опять ушел и начал жить своей жизнью. Но еще хуже. И ровно через полтора месяца в день пятидесятницы та же женщина которая приводила меня позвала в церковь была у у нас дома. Общалась с брата с женой так как они вместе дружили. Я сидел на балконе весь огорченный у меня почему-то начала болеть поясница спина и эта женщина позвонила моей будущей жене и она дала мне трубку и медаль телефона и я возрадовался и она говорит я думал она меня на свидание пригласили она говорит приезжай в церковь я думаю опять начинаю меня же уже там два раза она говорит приезжай в церковь бог тебя любит я приехал сдался ну тогда был еще один путь меня начала болеть спина и меня брат начал возить к мануальщикам я не знаю как в Болгарии но в Украине на то время мануальщикам было все равно во всей болезни спины они видели выпадение диска а у меня был туберкулез кости и они начали вправлять мне этот диск ребята же не слабые и они поломали мне все кости на третьем позвоночнике и вот эти куски кости врезались в мои нервы и парализовали меня и я слух вот такой был скрюченный у нас есть фотографии память я ходил под себя извините и вот она ко мне прицепилась в леглоту начало мне помогать весь криминальный мир нашей страны который меня уважал которым я помогал мы все были в одном теме ни один не позвонил бог обрезал все ко мне начали приезжать верующие люди вместо коньяка мне привозили библию вместо сигарет мне привозили арбузы вместо ножей пистолетов мне привозили конфеты я не понимал что эти люди тут делают и что они от меня хотят но потом когда я взял библию и начал читать бог начал у меня были очень страшные боли особенно вечером для меня ночь было большое испытание потому что были адские боли знаете сам господ право меня на руки и убаюкал он настолько вдыхал в меня вот свою любовь уверенность в том что он рядом что я засыпал как младенец ни один врач не может претендовать на его любовь потому что через 10 месяцев он поднял меня на ноги я начал ходить на каштелях все врачи до одного я вам свидетельствую с женой говорили что максимум что может быть для меня хорошего я буду в инвалидном кресле ездить но я все время буду ходить под себя так как многие отказывались меня до пояса до крыста ну бог вот так в одно мгновение взял вставай возьми постель иди домой я пообещал ему все что я могу для сделать я буду делать потому что меня никто никогда не любил так как полюбил меня Господь и мы начали встречаться я начал служить когда я приехал в управление начальник который меня всю жизнь преследовал всю жизнь хотел посадить меня на больше и на дальше когда он увидел меня с библией под мышкой и на костылях он упал на колени и начал креститься он сегодня в 2 часа ночи мне звонил поздравлял меня с днем рождения в 2 часа 0 в 2 0 1 я открываю глаза звони мне телефона бывший мой начальник колонии звонил и ты святой человек я так счастлив что мы знаком когда приедешь в Украину звони я обязательно выпью чашку чая он всю жизнь меня преследовал он ненавидел меня я тоже его ненавидел сейчас это повест не обо мне я ничего не сделал для того чтобы меня так любили я ничем не был и сейчас не считаю себя достойным или достиг или хоть как-то поставить себя в рамки и сказать я могу сказать как Павел я не могу еще я знаю что мне много надо работать чтобы быть благодарным своему отцу и мы женились у меня не могло быть детей отец говорит я дарую тебе сына твое семья будет благословлено до тысячи родов у нас родился сын ему сейчас 9 лет Даниил я его называю Святой Даниил потому что я знаю что у него великое будущее Господь он был в реанимации он был в реанимации дьявол хотел его уничтожить врачи забывали обогреватель включали мы пришли вовремя его тело начинало гореть врачи начинали колоть его уколами и лекарства вгоняли не в вены а в кожу под кожу а в нашем сердце с женой был мир он сказал если я дал ему жизнь то его жизнь был великая перед лицом мое и Господь благословил знаете я сокращу немножко на сегодняшний день Бог доверил мне конечно же семью Бог родил меня в прекрасной семье церкви дверь в небо Он доверил мне тюремное служение я сейчас лидер тюремного служения мы служим во всех колониях и служим во всички колонии у нас в каждой колонии есть паства во всякой колонии мы имеем пастор я паства 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 в каждой колонии и во всякой колонии каждого брата или сестру мы забираем к нам всякий един брат или сестра у нас есть дом у нас есть квартира для адаптации за адаптация Бог доверил мне бизнес Господь мне доверил бизнес У меня работает около 350 верующих людей. Это люди, которые по своему социальному статусу, прошлому, так как считает общество, недостойны даже работать. Но Бог дал нам возможность быть в одной семье. У нас бизнес 80% верующих людей. А 20% неверующих людей через месяц уже каят. У них нет выхода. Бог ввел меня в высшие эшелоны власти. Со мной работают многие мэры, депутаты, миллиардеры. Но работают не потому, что я такой хороший или умею рассказывать. А потому, что все, что мы делаем, мы делаем для Господа. Мы не смотрим на личность. Мы смотрим, что сделать в нашей жизни, чтобы через нашу жизнь прославили Его. Для нас важно, что в нашей жизни скажут о Нем. Для меня это смысл. И за мен това и смысл. Цель. Това и целта. Я хочу быть благодарным. Искам да съм благодарен. Потому, что я знаю. За что-то знам. От чего Он меня спас. От какого меня спасил. И от чего Он меня простил. И за какого меня простил. Меня уже давно не должно было быть на этой земле. А с удавна не би трябвало, да съм на тази земля. Но Его милость. Обаче Неговата милость. Воскресила меня. Меня и воскресила. И дала мне возможность. И мне и дала возможность. Говори другим людям. Да говоря на други хора. Бог есть. Че Господь го има. Он не просто есть. И не само го има. Он придет в твою и мою жизнь. Ами ще дойди в твой живот. И наполнит ее так. И ще го наполни така. Что ты будешь самым счастливым человеком. Че ти ще си най-щастливия човек. Я считаю себя самым счастливым человеком. Потому что мой Отец живой Бог. Мой Отец Иисус Христос. Моя любовь. Это Святой Дух. Который наполнил ту пустоту. То мрачное черное сердце. Оно мрачно и тъмно сердце. Всей новой жизнью. С новой судьбой. Нова судьба. И я благословен. И съм благословен. Чего желаю вам. Което ви желаю и на вас. Аминь. Аминь. Мы очень благословены знакомством с вашей церковью. И сми много благословений. Мы знаем, что куда мы не приезжаем. И знаем Чикарету и Даутиди. Везде есть семья. И на всякой риме семейство. Большая Божия семья. Божия семейство. Но я вам скажу, что ваши пастора. Чувашьте пастури. Это дети Божьи. Собожьи и деца. Драгоценные. Без листья. Мы вам бы очень благодарны. И сми много благодарны за вас. Что вы открыли свой дом. Своё сердце для нас. Своё сердце для нас. Конечно же мы не сможем, может быть, вам оплатить какой-то монетой. Но своей любовью к вам. Своими молитвами. Мы знаем, что мы всегда будем рядом и вместе. И вы всегда можете рассчитывать на нас. Потому что война рано или поздно закончится. И мы будем ездить друг к другу больше. И мы будем ездить друг к другу больше. Я хотел бы послужить в ваших колониях здесь. И тук в вашей колонии и в Болгарии. Хотел бы помочь, чтобы драгоценный брат. Скопоценный брат. Через Эдди. Через него. Через его служение. Через его сердце. Бог сделал большее. Для осужденных. Потому что в Матфея написано. Я был в тюрьме. И вы пришли ко мне. И это не будут козлы. Это овечки Божьи. С золотым руном. Аминь. Поэтому мы не прощаемся. Мы наоборот. Хотим все больше и больше налаживать отношения с вами. Для того, чтобы быть вместе. В одной семье. Исполнять волю Божию. Спасибо вам, дорогие. Будьте благословены. Будьте благословены. Мы простим сегодня Владимира, что он немножко нас задержал. Потому что у него сегодня день рождения. И он еще хочет нас задержать. Он сейчас станет на выходе. И никто отсюда не выйдет. Потому что он приготовил еду. Сегодня у нас вкусный плов. Он купил торты. Купил арбузы. И поэтому у нас сегодня будет пир. Я хотел бы, чтобы мы наши церкви благословили. Простерли руки. Благословили эту семью. Владимира и Наталья Шунюк. Они оба несут благословенное служение. Наталья ходит по больницам и молится за исцеление. И Бог через нее исцеляет. И освобождает. Давайте мы прострем наши руки. Хвала Тебя всемогущий Бог, Господь, Благослови моего брата Владимира, Господь, Аллилуйя. Так как только Ты можешь благословить, Господь Отец Осана. Да придет на него Твой елей помазание, Господь, Аллилуйя, Отец. Пусть в этой семье елей стекает с головы, на бороду, на края рис, Аарона, Господь. Пусть в этой семье всегда царит, владычествует, как написано в их сердцах, Господь. То есть Твой мир Божий, Твоя любовь и Твоя премудрость, обитающая с разумом, Господь. Твоя сила, Господь, для того, чтобы противостоять всяким дьявольским козням, Господь, на этой земле, Господь. Да, этой семье, Господь, победу, Господь, Господь, во Христе Иисусе, Господь, где бы они ни находились, чтобы их служение всегда было наполнено Твоей шихиной, Твоей славой, Твоим шаломом, Господь, Господь. Хвалайте все, могущий Бог, благословляем, Господь, Владимира, благословляем Наталью, их служение, благословляем их детей, как Ты обещал, до тысячи родов, Господь, да будет благословенный. Хвалайте все, могущий Бог, благослови, Господь, наш праздник сегодня. благословит эту пищу и трапезу, которую они приготовили, на свои деньги купили, Господь, продукты, Господь, много мяса, сегодня все уйдут отсюда сытыми, Господь, Аллилуйя, Отец, пусть, Господь, через это насыщение, через эту трапезу, Всех нас, Господь, Аллилуйя, Отец, просто, Господь, Отец, накроет Твоя святая любовь, Твоя, Господи, Отец, Ассана, слава, Господи, Твое Божие присутствие, Господь, Твой Божий мир, Господь. Хвала Тебе. Написано, что у них все было общее, Господь. Одна душа, Господь. Одно сердце, Господь, Отец. Слава Тебе. Это Твое сердце, наш Господь, Иисус Христос. Хвала Тебе, всемогущий Бог. Мы еще и еще раз благословляем, Господь, Отец. Наталью благослови, Господь. Даника благослови, Господь, Отец. Молились. Молитва согласия во имя нашего Господа, Иисуса Христа. И народ Божий да скажет. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо. Наталья, спасибо большое. Давайте мы сразу за финансы помолимся. Господь, благослови наше финансовое служение.